И он верует до сих пор уже 83-й год, почти 83-й. Время ваше, братья, кончилось. Да, Игнатий Тихонович, мир вам. С миром. Я попрошу кто-то, чтобы поисковику открывал, что я буду говорить. Хорошо, давайте я постараюсь. Так, вопрос этот очень важный, и то, что я буду говорить, будет все подтверждено Святой Библией. Дело в том, что неизвестно, когда, в какое время Господь сотворил этого осеняющего Херувима, который сделался, ну как Дениса, сын Зари, стал дьяволом. Об этом подробно описано, кто-то записывайте себе, это отдельная тематика. Исайя 14 глава, Исайя 14, Иезекииля 28, и Откровение 12. Вот три места Библии, которые говорят об этом. Но когда был сотворен он вместе с ангелами, Библия умалчивает. Но сейчас мы посмотрим, все-таки этот поиск более суженный, покажет нам, что сотворение их было до сотворения неба и земли. Потому что дальше Господь почил от дел своих. Что означает день, который там говорится, никто не знает. Василий Великий даже не дерзал. Может, тысячу лет, один день, как Петр пишет, а может и больше, миллион. Так вот, теперь смотрите. Почему он, дьявол, так постигнул на Адама-то? Вот там-то и считали как раз, что он на это постигнул. Откройте это место, прочитайте, и вы крупный шлифт там так делали сегодня. Да, сейчас. Давай. А сейчас мы это место вытащим. Оно кажется не суразное, не к месту. Но Библия покажет, оно к месту и нормальное. Вот вывел, Игнатий Тихонович. А, я сейчас это выставлю. Прочитать или на обозрение все? Прочитать достаточно. Да. Но приступившие Божию волю ангелы, будучи на небе, возымели расположение к тому, что на земле. Вот. Когда он проигрывать начал войну, из-за чего? Мы считаем, он говорит, вознесу престол мой высший звезд, поставлю. Буду подобен Всевышнему. Вот. Мы не знаем, от чего пришла такая гордыня. Златоуз говорит, есть одно место в Библии, которое намек дает. Из новообращенных не ставить воприсвитера, чтобы не подвергся одной участи с дьяволом. То есть он недавно уверовал, только из него священника делать. А тут говорит, чтобы вместе с дьяволом не подвергся, который пал от гордости. То есть гордость засветилась. А вот давайте мы сейчас посмотрим. Смерти не было. Кто-нибудь открывает эти книги, я буду говорить, где это открыть. Это не каноническая книга, которая в православии посчитается как каноническая. Премудрость Соломона 2.24. Записывайте себе. Это у вас будет целая тематика. Но завистью дьявола вошла в мир смерть. И испытывают ее, принадлежащая к уделу его. О! Его удел. То есть когда он увидел, что Господь творит это великое дело из человека. Мы не знаем, может быть, еще до самосотворения человека все еще держалось на чем-то. Но он увидел, что он будет изгнан. Иоанна 14.2. Евангелие от Иоанна 14.2. 2 стих. Прочитайте-ка. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Видите, место. Существует мнение, что людей праведных будет столько. Количество, ну об этом говорит 6 глава 9 стих. Откровение под жертвенником, которые души убиенных-то. Сколько там было сброшено, потеряли обители, столько будет у людей, которые займут это место. Вот откуда это идет. И Господь как бы в неопределенности говорит, но если в это не верить, то иду приготовить не обители, а место в них. Вот столько же, сколько пало демонов, столько будет спасенных людей. А сколько их? Вот есть такой ролик, интервью с дьяволом. И он спрашивает журналист, а какая у вас самая главная мечта? Он говорит. Чтобы люди земли признали меня за Бога. За Бога земли. И Бог дает ему делать эксперименты. Построить царство. Айн Таун Зе Эрегис Рейх. Тысячелетнее царство. Пожалуйста, Гитлер, строй. Коммунизм. Строй. На ангелы, говорит, смотрят. Господь дает ему свободу. Враги какие есть, не согласны, ты их уберешь. Это мученики будут. Но когда у него снова развал, ангелы рукоплещут и говорят, опять ничего не получилось, ничего у него. Ангелы. Это Ян Златоуст так толкует это место. Итак, об этом мы когда считаем, Откровение 12.12. Просчитайте еще. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, в горе живущем на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Что это говорится о моменте его крушения? Или что? Человек оказался и тело, и душа. Этого больше никогда не было. Отдельно тело животные, это звери, и отдельно душа, духи, праведные. Одна треть была сброшена. А сколько? Даже в этом интервью дьявола, как говорят, а сколько вас? Он говорит, миллионы и миллионы. Если в одном только человеке было сколько? Легион. А легион не меньше двух тысяч. А то, может, и сто тысяч, смотря какая мера измерения была, как талант. Измеряет его. Там бывает 16 килограмм и 44, отеческая мера. То есть мы сегодня с трудом можем сказать, что можно было купить на рубль 50 лет назад или 30 лет назад. Так и эти меры. Итак, он обладает евреем. 2.14 еще надо прочитать. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Ну, я не говорю о том, что это рождение Христа, ему надо умереть было, надо было тело принятия Девы Марии. Но здесь мы обращаем внимание, что он является державой смерти. Считали мы, премудрый Соломон, завистью его. А какая зависть? Что он его место занял. Ну, Иосиф, отец любил больше. По зависти предали его. Пилат говорит, предали Христа из зависти. Чего там завидовать? Они не могли делать то, что делали они. Чистота сердца Иосифа и братьев разная была. Они были все убийцы, не считая Иуды. Вот теперь мы уже раскрываем эту картину. Говорит, горе живущим на земле. Когда он, то есть, в тот момент, живущий на земле. Или люди, которые были тогда горе. Но он вошел, явился в виде змея. Змей, дракон называется. И змей тоже виноват, потому что послужил сосудом дьявольским. И он ползать будет, питаться прахом и все остальное. Вот мы теперь этот контур целиком уже имеем перед глазами. Что это или в день творения Адама, или чуть попозже. А то, что говорит Господь горе живущим на земле, это может распространяться просто выражение вообще о людях, которые на земле. И когда Господь идет приготовить место, это прямо напоминает, о чем считают, что столько же должно их там быть. Вот как этот вопрос рассматривается во свете Библии. Вот то, что я сказал, если вопросы какие-то есть, говорите, давайте. Ну, я думаю, пять мест Библии открыли, уже не пять. Так, четыре. 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 Да, три сразу я сказал. И семь мест Библии. Семь. Когда 14 глава Исаия, 28-я из Икиля. А, да, да, да. Отдельная глава Апокалипсиса. Вот как. Обстановка стоит. Ну, а дальше уже все понятно. Что он дал нам? Власть. И будете наступать на него. Когда он говорил, он уже был здесь. Он в раю был. А сколько в раю была Ева, никто не знает. Есть предположения только до вечера. Адам-то бы сидел там один, он разговаривать не стал бы. Он ему оплюху-то дал бы этому змею. Ну, а Ева, видишь, Адам-то подкаблучник оказался. История пошла по-другому. Но так это мировое событие в сослагательном наколении мы не рассматриваем. Слушилось падение. Нам это никогда-никогда не понять. Я говорю одно из речений, которое мусульмане абсолютно не принимают. Бог никогда никому ничего не прощал за так. И не может простить. Не может. Это не его свойство. А почему? В 6.23 послание к криминам говорится, возмездие за грех смерть. Возмездие за грех смерть. И уже за то, что Адам вкусил, ну так по-человечески рассылать, ну плод, что там он. Мы не знаем, как он называется. Познание добра и зла. Ребенок залезет в сад, что я его буду убивать за это. Но за этот грех умерло уже больше 100 миллиардов людей. От Адама. А от Адама идет сегодня 7530 год. И вот когда эту картину рассматриваешь, тогда уже понятно, почему жертва Христа имеет такую силу. А во Христе все живут. Если было бы миллион галактик и миллионы там грешников, хватило бы жертвы Христа, чтобы спасти всех. Точно так и хватило бы, чтобы умерла вся природа. Смерть через непокорение Богу, а неверующий Богу представляет его лживым. Это не просто так. Бог сказал, не вкушай, умрешь. А сейчас вкусил, но не поверил. А значит, смерть вошла. Бога представил лживым, Бог обманул. А лживый только сатана, лошадь дьявола. Этот грех Адама был слишком велик. Даже самого малого греха Бог не прощает. Вот считаем из Икеиля. Он говорит, 3 глава, 18 стих. Если видел согрешающего, его не обличал, он погибнет. Кровь его на его голове. Но не обличал, то кровь его на твоей голове. А если ты его обличал, и он не послушал, кровь на его голове, а ты спас свою душу. И далее говорится, если человек всю жизнь творил добро, а перед смертью согрешил, ни одно доброе дело не припомнится. Все как так? А как, если всю жизнь грешил, перед смертью покаялся, это нам подходит? То прощены все грехи. А это все в равной степени. Я кричу сильно, сам глухой? Нет, хорошо, хорошо, Игнат Тихонович. Очень хорошо. Я поясняю, как это на самом деле обстоит. И теперь он дает власть наступать на него. Будет жалить в питу. Почему? То, где мы с земли касаемся не носками, в первую очередь, а пятка. С пятки перекатываемся на подошву. А ты его поражать будешь в голову. Все его дьявольское учение, все, что есть. И поэтому с сатаной никакого нигде не может быть компромисса. Вот такой-то, делая чудеса, Ванга, там другие, Макошпировский, Шумак, все это от дьявола. Никакого к ним общения. Занимающиеся этими делами 17 лет отлучаются. Если ты пошел лечить или зарядить воду, как у Шумака, на 5 лет. Если просто в комнату его пригласил, зашел колдун. На 2 года человек отлучается от церкви. Очень серьезные такие правила. 18 лет – это умышленное убийство. Ну, душа. По этой теме вопросы есть? Мое рассуждение относительно расположения к земному, они правильные были или поправка какая-то должна быть? Ну, я, может быть, не все ухватил, но я хочу только показать, какое время было падение и возможно ли. И вот когда 14 главу Евангелия от Яна считаем, говорю, Дух Святой придет и обречит мир о грехе, о правде, о суде. Говорят, 7 смертных грехов, самый большой грех – это ребенка убить. Нет. Написано, и обречит мир о грехе, что не верует в меня. Человек, не верующий в Бога, у него уголовный кодекс висит на шее. Весь. И гражданский. Я вот много судился с властями и прочее, и пришел к выводу, что судьи могут быть только верующими. Пусть он будет мусульманин, буддист, язычник, который верит, что есть за огромная жизнь. Неверующего нельзя ставить. А если он знает, что за все это будет отвечать, он не будет судить правильно. Вот такой опыт приобрел. Ну, правильно, вот я в это теперь входить. Я сейчас занимался этим Кораном. Вот я его изучал по Сурам, по Айятам. А когда стал беседовать по рулетке-то, они не знают. И мои знания зависли в воздухе. Я ему говорю, а перевод неправильный. Я ему перевожу точно, абсолютно, а он не верит. Я говорю, у меня перевод Кулеева-Эдуарда. Один из лучших переводов. Они не знают. Я понял, мои знания никому не нужны. Но я взял примерно 4 места из этой книги. Они у них, которые говорят, что Всевышний дал нам Библию и дал нам Евангелие. И чтоб я по нему жил. Это пятая сура называется Аль-Майда. Под трапеза. 68-й аят. И 47-й, где говорит, что мы называемся люди Писания. А в 632 году умер их организатор, Мухаммад. Никакого Писания не было, кроме Библии. Слово Библии, хотя они не упоминают, оно называется Писанием. Тауэр, это там, это, Тора, это признают. И вот и на этом все. И при том, они, самое основное, что у них в книге, отрицательное, что он не умер против смерти, воскресения Христа. Сначала иудеи восстали, говорили, украли его, украли. А что сейчас шесть столетий, дьявол видит ничего, надо больше брать. Он не только не воскрес, а его не убивали. Его Бог взял на небо живьем. Это один и тот же подходил дух. К тем и к этим. Не убивал. А раз не убивал, значит не воскрес. Если Христос не воскрес, Павел говорит, то вы все еще во грехах. Главная победа была какая? Он умер. Это мы считаем второзаконие 19.19. Если кто-то подавал какие-то сведения неточные, чтобы осудить, и доказано будет, что он лжет, то эта статья должна на него падать. И поэтому он обвинил к смерти, а жало греха, жало смерти грех. Грех. А у Христа нет греха. Един свят, един Господь Иисус Христос. И поэтому дьявол заметался. Сойди из Христа, поверим. Златоуз говорит, это только рот раскрывали люди. Во рту сидели там демоны. И дьявол кричал, сойди из Христа. Впервые смерть была неоправдана. И смерть пала на него. Ныне князь мира сего осужден. Осужден. Вот Господь это сказал. О грехе, что не верует в меня. Вот главное что. Вопросы. Игнатий Тихонович, вопрос про пост. Вот по канонам, кто нарушает пост, на два года отлучает, я так понял. А я вот читаю послание к римлянам, 14 глава, там апостол Павел пишет. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Ну и так далее. Кто-то осуждающий чужого раба. Речь идет о того, принято или не принято. Он не принял, не постился, ничего пришел. А теперь вошел в церковь, тут правило церковное. А почему вы только это место считаете? Вам поститься неохота? Не, не, просто я читал и думал. Это нет. Это не пропост или пропост? Это трубы Духа Святого. Апостол Павел говорит, я постоянно в посте. Христос 40 дней постился. Илья 40 дней. Это мы видим, все постились. Главное оружие против дьявола, о котором мы много говорим сегодня, это пост и молитва. А монашество придумало послушание Авве дороже поста и молитвы. То есть чисто дьявольское изречение. Аминь, Игнат Тихонович. Да, его осуждать не надо. Зачем осуждать? Он осужден уже. Еретика после первого-второго вразумления, Титул 3-10, отвращайся. Ибо он грешит, будучи самоосужден. Еретик, он сам себе приговор уже принес, как числа 16 глава Дофана, Вероны, Кореи. Это их последователи. За что они... Единственный раз Бог наказал живьем в ад. Живьем Дофана, Вероны, Кореи. Это те, которые от церкви отделяются. Сектанты и еретики. Аминь, Игнат Тихонович. Аминь. Я согласен, я просто не думал, ну, не знал про что. Я говорю, пост Петров, который начинается через неделю после Троицы. Он мне не нужен. У меня дети в лагере. Некоторые уезжают уже 12 июля. Уже разговариваемся мы. А они вместе пробыли молоко, масло, творог, сливки. Я не могу дать. Ну, тогда мы уже там рыбу разрешаются, разные котлеты делают и прочее. Но пост этот не оправдан, потому что он был для того, чтобы благословить апостолов на проповедь. У православных-то кто идет на проповедь? Попы? У него главное богослужение отпеть, обряд совершить. Пост Петров. Я тогда стал молиться, Господи, дай мне любовь к этому посту. И он, когда отдал мне эту любовь, что я день и ночь проповедую. Слава Христу. Аллилуйя. Игнат Тихонович, а еще вопрос вот исторический. Псалом 36, 38. А беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет. Псалом 44, 20. Хранит Господь всех любящих его, а всех нечестивых истребит. Вот вопрос, почему тогда все самые многочисленные народы, это вот язычники, китайцы, индусы, вот нечестивые, да? Как, ну, почему так? Что почему? А в Китае сколько уверовало? Миллионы уверовавших. Если даже один человек уверует, златоузвер, на суде Божьем он будет судить других. Я смог, и ты должен был смочь. Вот и все. У меня вот в школе учились, ни одного верующего нету. Я встречаю, когда все уже почти примерли. А мы жили в такой же деревне, ничего не слышали. А у меня была жажда узнать. И Бог дал мне посмотреть фильм «Отверженный Викторий Гюго» по его роману «Лезамирабля». И дальше уже пошло все легче. Бог дал мне Библию в руки. И вот нынче, 27 сентября, будет ровно 60 лет, как я принял Библию. И в этот же вечер рождение свыше и крещение Духом Святым. Благодарю. Слава Христу. Аллилуйя. Так. Вопросы еще у кого есть какие? Братья, задавайте вопросы у кого есть. Да. Видите, я обращаюсь к Святой Библии, поэтому я не знаю, кто решится опровергать это. Он должен сначала доказать, что Библия не права. Конечно, Джон Буньян описывает это сражение, когда ангелы падшие, ангелы друг в друга горами бросались, утесами. Ну, это вымысел, конечно. Ну что, 21 минута, осталось 9 минут. Христос Воскресе, у меня вопрос есть, можно? Позже, давай. Не о церкви. Вот, допустим, если человек был некрещеный, ну, совершал много грехов, которые вот сейчас, изучая Библию, узнает о том, что его должны были отлучить от храма. Вот, и как сейчас поступать к этому человеку. А кто его решил отлучить от храма? Нет, никто не решил, вот просто, если изучая Библию, допустим, совершил там какой-то грех сильный, да, и там, на какое-то количество лет его должны были, ну, вот, на исповеди, исповедующий священник, и священник, допустим, должен был наложить эпидемию, да, отлучить от храма там на несколько лет. И следует, но если по-православному священник этого сделать, не может. У нас была одна сестра, что 7 лет не запускали. Игнать Тихонович, перевожу на русский язык. Давай. Значит, Екатерина спрашивает, скорее всего, про себя. Ну, это даже не важно. Значит, священник по канонам должен был эпидемию наложить. Он не наложил. А человек, на которого не наложили эпидемию, как он должен себя вести, узнав про то, что она положена? Положено, должен сам на себя написано, сам на себя наложить эпидемию. И все. Спасибо, Христо, за ответ. Можно еще добавить к Екатерине дополнение. А Екатерина троекратно не крещеная и только что уверовала. И с ней никаких занятий не проводилось. Ну, у нас нынче крещение будет 10 июля. И надо выходить, кто не крещен, заниматься усиленно. Учитывая такую сложную обстановку в мировом порядке. Тут уже переезжать в государство, в государство нельзя. 3-5 лет нужно подготавливаться. Мы это теперь только вспоминаем. Так что на Вячеслава Семенова выходите, узнавайте, кто и он будет узнавать. Может, они от вас допустить. И приедете с ним. 10 июля у нас будет крещение в озере бесплатно. Все поняла, благодарю. Слава Христу. Если малые дети есть, надо забирать. Вот у нас приезжала перелыгина, у нее трое ребятишек маленькие. Все получили крещение. Священник должен быть истинный, рукоположенный. Вера у вас во Христа должна быть истинная. И тогда священник увидит ваше покаяние. Вы покаетесь перед Господом. Священник истинный, который крестит только троекратным погружением, будет свидетелем рядом. И, возможно, Господь допустит вас до крещения. А эпидемии, которые на вас или на кого-то не наложили в свое время, если вы не крещены троекратным полным погружением по вере, бесплатно, тогда эти эпидемии, они не налагаются на вас, потому что вы не член церкви по-настоящему. Я, когда узнал о том, что я не крещен, я перестал просто причащаться и стал выходить с оглашенными на возглас оглашенной «Изойдите по воскресеньям». Ну, свидетелей нет о том, что я крещеная, поэтому я, как узнала о том, что я об истинном крещении, как изучила эту тему, сразу перестала причащаться. И сына перестала причащать, потому что ему только ручки и ножки облили, и все. На оглашенные «Изойдите» вы должны выходить или куда-то становиться, чтобы не видеть чашу? Да, я ухожу за дверь, потому что холодно, ну, зимой это было, когда сейчас тепло, на улицу выходим. Вот на Николая Астахова, на Вячеслава Семенова выходите. Хорошо. А, братья, тогда такой вопрос, вот я же как еретик пришедший, на сколько лет воздерживаюсь тогда от причастия, отлучен? Так, а что ты? Крещение-то принимал же, нет? Да, да. Не, не, ну сколько в крещении все снимается, какой бы ты ни был? Нет, я раньше принимал крещение, до того, как ушел в секту. Это я не могу сказать такое, надо поговорить, такое правило в секте, ну, это большая беда. Да у него не троекратное было же, Игнать Игнатьевна? Троекратное, троекратное. А, троекратное? Да, да. Как же тебя угораздило-то? Ну, надо священнику это сказать. Я ему говорил, он говорит, ну, прочитай такие-то слова, молитвы, все, можешь причащаться. А я сказал, а там вроде канон какой-то есть, я, правда, точно не знаю какой. Говорит, ну, у нас, как это, по любви там что-то такое, ну. Это экономия они там придумали, это все обман. Но я все равно воздерживаюсь. Это любвисты они там, все это, а Осипов отравил их. Это его чадо растут. Тысячи священников бракованных выпускают. Ясно. Сам подумай, ты перешел в стан врага. Еретики это враги. Врата адовы называются, они не одаряют церковь-то. Ясно дело, что здесь надо взять для себя это, и Петимью, раз он не знает. Сколько я не могу говорить, это надо там у них решать, ну. Как сказать-то это? Просто я скажу, а скажут, он сказал. Ну, надо подумать, посмотреть, обратиться к другому священнику, напишите епископу. Тут очень опасно давать совет, потому что в канонах нет этого, а мое слово это не канон. Я знаю только, нужно находить где-то что-то подобное, такое этому. Вот, допустим, женщина сделала аборт. Да кто сейчас? Да там 10 поклонов. Правило Василия Великого второе, говорит, она отпущается от церкви на 10 лет. Да за один аборт или за 25? В Америке накладывают один на один. Вот он своровал там где-то было, ему присвоили, суд вынес, два пожизненных срока, два пожизненных, и 240 лет еще. Так это аборт. У них накладывается одно на другое. А у нас так, большая статья побеждает меньше. Если ты сто раз воровал, а один раз убил, воровство никуда не считается уже. Я вот помню, брат Игорь Дабунов говорил, что на три года отлучается, но вот я не смог найти, где точно это канон такой. Вот если он говорил, надо спросить, где он это считал, может быть. Я хочу сказать, что я не помню, чтобы на ересь три года. Я говорил про, если на войне был, то три года. Если убил кого-то. Не-не-не, там именно вот... Просто если был на войне, то воздерживаться причастия три года. Серьезное прегрешение, это очень серьезное. Потому что отступили до Пана Верона-Рикоя и живьем в ад пошли. Это все, кто уходит когда. Там 15 лет не меньше должно быть. Это только архиерею написать и с этим согласиться, какой даст ответ. И уже никуда не поворачиваться. Просто сказать, Господи, что архиерея сделает, скажет, то и будет. Если скажет, совсем не надо, вот тогда скажите, владыка, хоть что-то, дайте какое-то наказание, чтобы совесть мою успокоить. Понял, Игнат Игоревич. Я так вот считаю. Это вопрос такой редкий. Вот у нас, которые пришли из сектантов, но православными не были. Они в крещении омывают все, ничего нет. Он сразу же в этот же день причащается. А это сложнее намного. Это как блудный сын из дома отца ушел. Да. Все, понял, Игнат Игоревич. Конечно, они могут ответить так. Какое тебе наказание, когда ты уже и так наказанный, лопоухи? Куда ты ушел? Тебя Бог мог прервать в жизни, и ты бы в аду горел уже. Бедный несчастный. Да тебе вот 40 поклонов, да иди, причащайся. Может быть, священник так и рассуждает. Ну что, братья, я скажу, кто будет молиться. Игнат Игоревич. Так, что? Мир вам, Игнат Игоревич. Можно еще вопрос? Можно, можно, давай. Сестра спрашивает, ее еретики спрашивают, зачем вы молитесь ангелу-хранителю? Ведь это же Дух Святой. Чем им можно возразить из Писания? Ха, Дух Святой и Ангел. Чего, она никогда не считает. Дух Святой – это третье лицо Троицы. А Ангел – это служитель Божий. Чем? Чем? Да везде, когда было, Ангелу поклонялись. Один раз только в Откровении говорится, что Ангел говорит, почему? Я, то есть он не Бог. В виде Ангела Господь являлся. А что Ангел Дух Святой, так это как цыганка может сказать только. Спасибо, Христо. Поэтому мы говорим, все каноны есть, и мы разговариваем как с рядом присутствующим. Об этом мы считаем и в студиях книги, везде говорится. Так. Служение Ангелов вы же только говорили недавно. Служение Ангелов-то. Служение Ангелов. Екатерина Ткаченко здесь? Да, здесь. Ну вот, братья пропоют пасхальное, и тогда коротко помолись, прославь Троицу в конце и громко скажи Аминь. И кто согласен, все говорите Аминь. Ангел вопияши благодатней, чистая дева, радуйся, и по кирику радуйся, твой сын воскресе, тридневен от гроба. И мертвые воздвигнувые люди, веселитесь, святись, святись, новое Иерусалиме. И слава Бога Господня на Тебе, Васия, ликуй ныне и веселись о Сионе, Ты же чистая красуся, Богородица, о восстании Рождества Твоего. Господи, благодарю Тебя, славлю, Господа Бога моего Иисуса Христа, Спасителя и Искупителя, за все щедроты, которые Ты по милосердию и долготерпению к нам посылаешь. Благодарю за наставление с братьями, за Отца Духовного, по учениям по Святому Писанию, по Слову Твоему. Господи, даруй нам и Духа премудрости, и Духа разума, и Духа пророчества, всем рождение свыше, веру евангельскую, быть не только зваными, но и избранными, и получить наследие со всеми освященными. Открой нам печать и даров Духа Святого, умножь наши таланты, дарованной Тобою, и с дерзновением благорестовать Слово Твое Святое, ближним нашим и дальним, и исполняться Духом Твое Святым. Господь Бог и Его, ауа, отче, начало и конец, альфа и омега, Ты наш путь истинная жизнь. Славим, благодарим, поклоняемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Благодаримся за нее. Воистину воскрес. Все. Во славу Божию расходимся. Аминь.